друзья мои всем привет сегодня снова я нахожусь в лесу собираю грибы и давайте вам расскажу все по порядку как я это обычно делаю что у меня и как тут здесь происходит поехал я сегодня в сторону полевского заехал за курганова нахожусь в лесу лес здесь смешанный березово-сосновый и разные там другие деревца кэш встречается в основном это береза и реденькая сосна сначала решил я поискать грибы вот в этом высоком лесу между больших деревьев но дожди сделали свое дело трава очень очень высоко искать грибы очень трудно они есть они есть их достаточно много но ни черта не видать короче потому что трава высокая надо искать либо какие-то поляночки либо рядом с дорожкой либо с тропинкой либо какой-то прогал в лесу вот какие-то ну какие-то места где что-то можно хотя бы рассмотреть вот на одном из таких мест встретил сразу два подосиновика ребятки вижу первый подосиновик этого сезона посмотрите какой красавчик великолепный грибочек сидит прямо здорово как меня ждал а там еще один вижу 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 еще один рядышком смотрите вот еще один рядышком шикарный шикарный великолепный это были два первых подосиновик этого сезона моих потом немножечко прошелся дальше полез наткнулся на лисичек лисичек немножко порезал не знаю снял или нет не помню честно говоря но порезал нашел опять рядом с лисичками какого красавца ну-ка ну-ка ух ты вот это симпатичненько вот это симпатичненько потом решил пройтись до мелкого сосничка думаю ну блин нет так дело не пойдет надо что-то делать маслят может быть поискать пошел в мелкий сосничок набрал там этих маслят короче можно набрать очень много но реально с ними возиться не хочется поэтому набрал только 5 литровый ведерок после того как набрал маслят решил снова поискать грибы в высоком лесу уже походить целенаправленно по дорожкам по лесным может быть думаю наткнусь еще там на какие-нибудь там или на подберезовики на подосиновики на те же самые лисички на что-нибудь очень много нашел груздей но груз здесь его не собирал потому что надо что-то одно делать или грузи собирать или маслят потому что перерабатывать это все очень тяжело реально очень тяжело мне грибы нравится собирать а перерабатывать совершенно специально для любителей поискать груздей пособирать сообщаю что грузди появились друзей много посмотрите и большие и маленькие вот такие прям маленькие семейки попадаются вот но сегодня у меня задачи груздей собирать нет вот смотрите какой красавец сегодня меня груздей собирать задачи нет поэтому тоже оставляю их в покое пусть растут может быть приеду за ними в следующий раз нашел немножечко еще и подосиновиков и подберезовиков в общей сложности таких вот грибов подосиновиков и подберезовиков нашел десятка два один нашел беленький беленький замечательно очень классный маленький такой прям вообще супер супер а вот ребята и беленький шикарный грибочек смотрите какой маленький крепенький классненький издалека подумал что это наверно валуи стоят вот а тут между них между валуев попался вот такой грибочек кстати кто собирает валуи их тоже дофига есть очень даже не крупные вот смотрите он не стоят их много их реально много я знаю что многие собирают солят я кстати тоже пару раз пробовал очень даже неплохие грибы но я их не умею готовить вот поэтому я собираю под березовички красноголовики вот такие вот белые и маслята считаю что мой поход в лес сегодня удался здесь давайте покажу как я эти грибы собирал попадается довольно большое количество лесных маслят вот смотрите вот я нахожусь просто в лесу вот и прямо в лесу попадается вот такие вот замечательные маслята вот он с тонкой ножкой достаточно крупной уже шляпкой но симпатичные и очень даже нормальные чистенькие грибочки смотрите рядышком отрастет какая замечательная сыроежечка красивая маленькая крепенькая так ну вот и под березовичек не очень красивый но вполне маленький сносный его это уже заберу по-прежнему собираю маслята вот они сидят вон он масленок вот он масленок еще там есть посмотрите какие мухоморы великолепные красавцы шикарный дружок пирожок ну и старший братец его уже такой взросленький тоже есть но мухоморы я не собираю мухоморы я не собираю никому не рекомендую все похоже переключился я на маслят окончательно маслят попадается постоянно вот такого-то размера неплохие вот он сидит еще один маленький а под березовиков и подосиновиков я пока нашел только четыре штуки три замечательных один прям маленький вот масляткин как вы видите там набираются хорошо этих пока нету ну что ж еще не вечер пройдусь дальше вот дошел до конец до масляточного места соснячок мелкий мой любимый которым я обычно собираю всякие разные грибы в разный сезон разные вот здесь смотрите здесь эти маслята растут прямо кучками вот здесь растут там дальше он большое растет вот смотрите вот толстоногий и дальше 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 короче маслят море маслята попадает совершенно разные есть и вот такие вот с толстой ножкой крепкие которые я их всегда считал зимними на самом деле они встречаются в любой сезон когда есть грибы попался не наконец-то и под березовичек молоденький классный вот такой вот вот чё так сегодня пока мало встречаются на старые вот таких чтобы молоденьких практически нет нашел только вот этого одного и еще от самом начале вот он ребят смотрите какой шикарный прям замечательнейший подберезы красавец молодой шикарный вообще супер гриб таких бы набрать ведерко я бы полин очень родном очередной шикарный подберезы смотрите вот он небольшой крепенький замечательный начали попадаться но не сильно много опять поляночка маховиков маленькие симпатичные вот такие вот вон он сидит вот он следующий сидит следующий сидит еще дальше 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 у десяток десяток наверное рядом короче маховички сегодня меня прям не то что выручают но радует а здесь давайте покажу итоговый свой результат сегодняшнего дня итак итог моего сегодняшнего двухчасового посещения леса таков набрал я полная пятилитровый ведерко маслят маслята здесь только чистые проверенные не червивые ну или относительно черви может быть самой малой червивостью в основном маслят скажем так процентов 50 а то может быть и 70 был червивых ну пятилитровый ведерко набрал а здесь второе ведерко это у меня 7 литрового ведерко разномастных грибов здесь есть и маслята и подберезовики и подосиновики беленький где-то там один закопан и лисички и сыроежек немножко под конец себе накидал вот сыроежка я тоже кстати люблю очень вкусные грибы но очень уж трудно перевозить поэтому собираю их в самом конце вот так вот чтобы шляпки лежали сверху вот считаю что для двухчасового посещения леса итог очень даже великолепный итог очень даже великолепный что можно сказать что грибы есть грибы есть массово можно уже спокойно ехать собирать единственно что сегодня конечно понедельник а в понедельник я ходил по лесу там блин поэтому лесу как мама я уже прошелся надо ехать конечно же в какой-то день явно не после выходного вот как вы видели грибов достаточно много на этом ребят хочу с вами попрощаться всем пока до встречи на рыбалке в лесу или где-то еще на природе ходите в лес ездите отдыхайте но пожалуйста не мусорьте на этом с вами хочу еще раз попрощаться всем пока